Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, где мы говорим о развитии мышления инвестора, где мы говорим о финансовой самостоятельности. Сегодня хотелось бы поговорить на тему, наверное, напрямую не относящуюся к инвестиции, но очень и очень сильно относящуюся к финансовой самостоятельности. Тема звучит, как найти себя, как найти свое предназначение, то есть очень много таких запросов. То есть смотрите, друзья, я хочу поделиться своим собственным опытом, как я пришел к себе, к себе истинному. Я не могу сказать сто процентов, что я пришел к себе, я на пути к этому, но здесь очень важен вот этот механизм спусковой, то есть когда начинает меняться сознание, когда ты понимаешь, как немножко по-другому устроена жизнь, и ты понимаешь, скажите, где копать, чтобы откопать вклад, покажите карту. Нам нужна карта. Помог мне один из тренингов, как поставить самодостигающиеся 4D-цели. Я думаю, что многие хотели бы иметь такую историю. Ты ставишь такую цель, которая сама достигается. То есть ты пройти путь к достижению этой цели, и ты фанатеешь от этого, ты делаешь это на драйве, с кайфом. То есть это как, не знаю, ракета самонаведения, когда просто вот указал там цель, выпустил, и дальше ты можешь не следить, не управлять, она сама там долетит и сделает все, что необходимо. Вот когда я проходил этот тренинг, тренинг я, честно скажу, никогда не скрывал Тимур Едгаров. Можете, если хотите, в интернете найти. Он, правда, сейчас такие тренинги не проводит. Мне в свое время это помогло. Так вот, про что там была речь? Жизнь человека, она формируется из основных четырех составляющих. Это эмоциональная составляющая, ментальная составляющая, духовная составляющая и материальная составляющая. Западный мир, он базируется на том, что во главу угла для абсолютного большинства людей поставлена материальная составляющая. И когда мы говорим про материальную составляющую, здесь это здоровье, деньги, ну материальные блага, потребление материальных благ и здоровье. То есть если вы посмотрите самые известные курсы, самые известные книги, да, то есть где зарабатывается больше всего денег, где люди с удовольствием платят, темы, посвященные деньгам и здоровью, да, то есть вот здесь вот, соответственно, идет самый большой хайп, самое большое потребление. Но в определенный момент времени, я думаю, и вы, если смотрите данные видео, и у вас такой запрос непосредственно присутствует, возникает вот такое направление, не знаю, дауншифтинг, да, или когда человек говорит, я не хочу. Ну то есть у меня много примеров из моей жизни, когда человек на хорошей работе, получает зарплату, да, может позволить себе высокий уровень жизни, но он не может находиться, его просто начинает трясти, у него потеют руки, он в выходные только представит, что завтра в понедельник нужно идти на работу, видеть очередного начальника или подчиненного бестолкового. Нужно что-то делать, он не понимает, зачем это надо делать, да, какую пользу он несет, ему нужно постоянно себя преодолевать. И вот он находится в таком раздрай, да, он говорит, да, горянут синим пламенем, заработать бы там побольше денег, обеспечить себе пассивный доход, хотя бы даже в два раза меньше, и уехать куда-нибудь на ГАА, или уехать куда-нибудь в Таигу. Это происходит в возрасте от 30 до 40 лет, то есть происходит выгорание. Если мы возвращаемся к вот этим четырем составляющим, на уровне физической составляющей, он вроде бы может позаботиться о своем здоровье, он получает достаточный денег для того, чтобы обеспечить себе определенное потребление, даже в кредит. Но духовная составляющая, он меняет жизнь других людей к лучшему. То есть человек на своем месте, получая высокую зарплату, не понимает, у компании не прописана миссия, у компании не прописаны ценности, он просто оказался в этой компании и достиг определенных высот. Но что делает компания, как она меняет жизнь людей к лучшему, то есть что отдает по сути, он не понимает, до него не доносит. Нет коммуникации, нет корпоративной культуры. И то есть он просто как чувствует себя гайкой в большом механизме, может быть важной гайкой, может быть маленьким механизмом в большом механизме. Но для чего вся эта машина работает, понятия нет. И у него возникает вопрос, зачем? Зачем я все это делаю? Когда мы говорим о эмоциональной составляющей, человек не получает закрытие своих эмоциональных потребностей. То есть то, что ему нравится. Человеку нравится танцевать, а он сидит айтишником работает. Ему платят зарплату, там 250-300 тысяч, а он рэп любит танцевать. И соответственно, он на этой работе не реализуется. Он любит общаться. Да, у него хорошие математические мозги, он любит общаться, он экстраверт по своей сути, но при этом его посадили в окружении интровертов, которые непосредственно решают задачи. Получается, он не раскрывает свои эмоциональные вещи, свои потребности эмоциональные не закрывает, и его начинает трясти. То есть ему хочется танцевать, ему хочется поговорить, и он оказывается в некой такой изоляции в замкнутом пространстве. И это давит постоянным прессом. Но зато хорошая стабильная зарплата в Яндексе. И вот он, соответственно, сидит в этом ключе. И ментальная составляющая – это то, что человеку дано от природы. То есть чувство ритма, переговорные способности. Он хороший продавец, он хороший дизайнер, у него чувство прекрасного. То есть есть какие-то определенные вещи, которые человеку даны от рождения. И он просто элементарно делает это хорошо на автопилоте. Приведу собственный пример. У меня сестра работала в крупной корпорации, работала корпоративным юристом. Были требования, что чтобы поддерживать свой статус, нужно регулярно писать статьи, нужно постоянно выступлять в публичных мероприятиях, проводить корпоративные заседания, постоянно проходить обучение по новой применительной практике. Но это как бы функционал и предполагает. То есть корпоративный юрист должен этим делать. Но получала хорошую зарплату. Не нравилось, не получалось. Постоянно приходилось учиться преодолевать себя, но платит хорошую зарплату. И в конечном счете в 35-37 лет вот так вот. Говорит, я хочу быть визажистом, я хочу девчонок делать красивыми. Это нравится, это получается чувство прекрасного. Любит очень общаться, экстраверт, с девушками поговорить. И получается, что у нее закрывается эмоциональная составляющая, ментальная составляющая, духовная. Она понимает, что она других делает красивыми, которые ей благодарны за это, можно поговорить. И за это платят. Да, пока платили меньше. Но в дальнейшем, соответственно, доход практически совпал. Но при этом это получилось 4D-цель. То есть ты закрываешь эмоциональную составляющую, духовную составляющую. И тогда физическая автоматически закрывается. По какому пути проходил я, то есть каким образом была трансформация, что нужно сделать. Первое – это ментальная составляющая. То есть что вы можете делать лучше всего. И очень многие тренинги по личностному росту строятся именно на этих вещах. Какое простое решение, упражнение можно сделать? Берете список из 10 людей, с которыми вы проводите больше всего времени. Не родные и близкие. А вот именно вы работаете там профессионально. Друзья ваши, с которыми вы проводите больше всего времени, с одним вопросом. Скажи, пожалуйста, 5 вещей, которые я делаю лучше всего. Что у меня лучше всего получается? Вы можете свои собственные написать 10. И у своих 10 друзей запросить 5 вещей, которые вы делаете лучше всего. У вас будет в любом случае такая дискретная штука, что вы действительно делаете лучше всего. Вторая составляющая – это эмоциональная составляющая. То есть от чего вы испытываете фан? Что вам нравится? Путешествия, разговоры, общение, наоборот, интроверт, рисовать. Где вы наполняетесь эмоционально? Что вам от этого нравится? Здесь возникают определенные сложности. Но, во-первых, сначала напишите самостоятельно. Второе, если говорить, где можно покопать, где можно поискать, это направление соционика. Посмотрите соционику, найдите человека, кто может вам провести типирование, чтобы вы понимали по соционистическому типу, какие у вас сильные, слабые стороны сознания и подсознания. Там как раз-таки ответ на вопрос, в принципе, кто я? Что у меня получается хорошо? Какие эмоции я хочу, желаю испытывать? И второе направление, которое у меня сейчас очень отзывается, которое я планирую развивать, я сейчас являюсь сертифицированным тренером, это процесс модели коммуникации. То есть здесь тоже понимание, что за структура личности, что тобой руководствуется, как управлять очень быстро стрессом, как из этого стресса быстро выходить, как эффективно коммуницировать с родными и близкими. То есть первое, когда вы говорите про эмоциональную и ментальную составляющую, вы отвечаете на один простой вопрос, кто я? У вас есть понимание, кто вы, через какие-то элементы систем, типирование, и второе, через информацию от окружающих людей, и третье, через свои собственные ощущения. У вас начинает складываться пазл, у вас есть ответ на вопрос, кто я. Потом закрывается духовная составляющая, куда я иду, то есть куда вы хотите прийти. Используя вот эти вот свои, зная четко, кто я, какие у вас сильные стороны, вы, соответственно, задаетесь вопрос, а зная вот это вот все, с вот этим вот багажом своих знаний, я делаю то, что мне нравится, ну просто и балдю, получаю фан, классно, круто, офигенно. Я это делаю профессионально, круто, реально круто, потому что мне не только это нравится, а моя природа такая, что я делаю это лучше всех. То есть у вас конкурентов, в принципе, не будет, когда вы делаете то, что вы и так умеете делать лучше всего, когда вы начинаете после этого вкладываться в усиление этих сильных своих собственных сторон. И причем вы начинаете это делать с подкреплением своей эмоциональной составляющей, то есть потому что есть люди, которые могут выявить свои сильные стороны, но они начинают себя заниматься самобичеванием, ну в моем конкретном примере. Когда у меня были сильные переговорные позиции, ну то есть у меня по природе, я хорошо договариваюсь с людьми, я хорошо коммуницирую, и я работал продажником, мне выставляли планы, меня на уровне эмоциональном очень сильно прессовал вот этот вот план. То есть я понимал, что я могу это сделать легче, но ко мне каждую неделю приходили и спрашивали, ну как там процент выполнения плана, какой у тебя пайплайн, сколько клиентов заведет денег до конца месяца. Меня это пипец как бесило, и говорю, ребят, я сделаю, ну хоть раз было, чтобы я не выполнил план, даже не перевыполнил. Никогда такого не было. Но меня просит высшестоящий начальник, то есть система, в которой вы работаете, она устроена таким образом, что вроде бы вы делаете то, что вам нравится, но эмоционально вы не закрываете, то есть эмоционально у вас начинает какой-то прессинг. Я разрываю эти отношения, ухожу в свободное плавание или выстраиваю отношения с работодателем, что мне как бы планы, просто дайте план на год и не говорите, что и как мне нужно делать, я сам все это сделаю, перевыполню в два раза. Не перевыполню, увольняйте, не выплачивайте мне годового бонуса. Ну вот так вот жестко, допустим, я это делал. И тогда получается, когда вы делаете то, что у вас получается классно, круто, вы в этом направлении разбираетесь, вы получаете эмоциональную зарядку, вы понимаете, зачем вы это делаете. Еще люди денег вам несут кучу. Вот вам самодостигающийся 4D цель, когда есть энергия, когда есть драйв, когда это все по фану. И в конечном счете говорю, что вот если бы мне сказали, или сказали, Максим, как найти себя? Я бы посоветовал вот такие вот шаги. Кто я? Куда я иду? То есть, что я, какую ценность людям несу? Когда это, соответственно, устанавливается, то жизнь меняется очень кардинально, причем она меняется кардинально не в том плане, что вы начинаете что-то другое делать. Как раз таки преимущество данного упражнения заключается в том, что вы делаете докрутку в каждом из этих элементов небольшую. Ну, то есть, вы говорите просто работодателю. Я, ну, конкретно, я не могу вести ЦРМ, но я считаю, что это время, выброшенное на ветер. Я считаю, что это рутина. Мне нужно вспоминать, о чем я общался. При этом, когда я смотрю с позиции бизнеса, я понимаю, что ЦРМ важна. Я это тоже понимаю, осознаю. Но для меня это тяжесть. Давай ты меня не будешь мучить. Я тебя не буду мучить. Давай мы просто найдем компромисс. Найдем девочку на зарплату там 15-20 тысяч рублей. Я просто буду на диктофон, на диктовый, там, где, когда прошла встреча, она все в ЦРМ будет носить. Меня это устраивает. Потому что, иначе, я ЦРМ заполняю 4 часа. Ну, то есть, 50% времени моих уходит на заполнение ЦРМ. Когда позвонил, кому позвонил, как позвонил, о чем договорились. В итоге, я теряю драгоценное время, когда я просто могу закрывать большие сделки. Найдите мне человека, который будет сделки назначать, и этот же человек пусть вносит активность в ЦРМ. И есть человек, который говорит, блин, я лучше буду встречи назначать, я лучше буду вносить активность в ЦРМ. Наоборот, не сделав ни одного телефонного звонка, в принципе, ни с кем не прокоммуницировать. Мне вот, окей, общаться, т, 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 да. Я могу быть классным исполнителем, который вот именно за это отвечает. И тогда мы действительно оказываемся в ситуации, когда делаем любимое дело с энергией, с фаном, за это получая хорошие, достойные деньги. И тогда ты можешь сказать, что себя нашел. Ребята, если вы хотите, чтобы мы продолжали данную тематику, на нашем канале у нас был отдельный там плейлист, где мы говорили именно о данной сфере приложений, как найти себя, как развиваться, как эффективно коммуницировать, как бороться со стрессом, как быстро выгонять из себя из стресса, как быстро своих друзей, знакомых, родных и близких из стресса вытаскивать. Напишите комментарий, нужно или не нужно, полезно или нет. Такое нестандартное, наверное, видение Максима Петрова в вопросах коммуникации. Но честно скажу, здесь у меня сейчас очень много энергии, очень много информации, которой можно поделиться. Я готов с удовольствием это делать, если вам будет действительно в этом польза. Оставляйте комментарии, щелкайте лайк, подписывайтесь на канал. У меня же сегодня на этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok